И вот там вот она церковь. Сейчас вы все посмотрите, не разрушена. Что я хочу сказать, президент Плащ, прибыл, скажите. Когда выстраивалась вот эта улица к ЖД вокзалу нашему, она, конечно, прорывалась в старом городе Кишиневе. И в верхней части нашего города Кишиневе, примерно в том месте, где стоит гостиница Кишинел, вот такие вот были дома. Это фотографии одного и того же дома, но мне очень нравится. Вот эта улица историческая, посмотрите на нее. Вот здесь вот наша центральная улица. И вот это спуск, бульвар, будущий бульвар Негруци, к железнодорожному вокзалу. Прошу вас, передавайте, да, передавайте. Это район Табакарии. Наша река Бык расходилась здесь четырьмя рукавами в Кишиневе. И, конечно, Табакария была не исключением, которая подтоплялась во время разлива. В районе Табакарии был небольшой заводик по производству лампачей. И вот эта глина с этим соломой, сеном, кизяком, навозом. И потом эти лампачи продавались. Была у меня еще и такая фотография, но кто-то увел. Это мои личные фотографии. Подожди, подожди, а Табакария начиналась конкретно? Откуда тут? Она ближе к Мунчешской, вот Мунчешская Слобода, вот там была. И на этой Табакарии, кстати, у этого Рыжкана, Константина Рыжкана, были свои. Ну вот здесь епархиальное училище, оно, правда, было построено в 1864 году. На его месте завод Випробрибор, послевоенный ЖД вокзал, архитектор Чуприн. Вот еще одна удивительная фотография этого же вокзала из нашей машины, симпатичной. Уникальная просто фотография. Вот такая вот историческая фотография на проспект Гагарина. С этой стороны, со стороны... Как проспект Гагарина? Ну, улица Гагарина, если вам удобно, автор. И вот он, наш старый вокзал. Эти фотографии вы знаете, они известны. Там Лунский. Время Великой Отечественной войны пострадал и уже не восстанавливался. Я помню еще эти домики. А еще столки. Да, да, есть. Там дом пиоников. И теперь мы переходим с вами к этой удивительной церкви. Дорогие друзья, на тот момент, когда стало разрастаться уже население, часть населения переходила сюда, это называлась так называемая Мунчешская сторона. Ее так называли Мунчешская сторона и Малина-Мари. Ну, большая Малина. Ну, официально вот Малина-Мари. Именно здесь жило не такое большое количество населения. И в 1859 году Василий Курчел, уникальнейший человек, вы знаете его сына, который владел впоследствии заводом кирпичным, и его усыпальница на армянском кладбище, мы с вами там видели, это его сын. А Василий Курчел, как зачинатель этого капитала, который сын потом подержал и развил уже в другом, ну, в этом же направлении. В принципе, они были все такие, которые родились за свой капитал и ничего не растрачивали на сторону. То есть не ушло отцовское наследство. Так сказать, не распылил его по ветру. Василий Курчел купил здесь у Андрея... Сейчас забыл опять по ним. Андрея Касаткина, это Кишневский мещанец, купил землю под фруктовый сад. И когда он закупал эту землю в 1859 году, он платил за нее исправно какие-то деньги обязательно, по земельный налог. И в 1863 году Евграф Панетовский обратился в нашу консисторию духовных дел о том, что неплохо было бы возвести здесь именно церковь. Церковь, которая бы уже обслуживала тех жителей, которые жили вот на этой мучерской стороне и на Малине Марии. Консистория, конечно, ей понравилось это предложение о том, чтобы здесь была построена церковь, но она все-таки решила, что этот вопрос нужно изучить очень подробно. В каком плане? Почему здесь нужна церковь? Достаточно ли будет людей для того, чтобы обеспечить этот приход? Не подключил ли это за собой, как сказать, отток прихожан от Георгиевской и Феодора Тироновской церкви? Потому что на тот момент, в 1863 году, еще Кишиневской женской епархии еще не было. То есть до Георгиевской церкви был один, километр, до Феодора Тироновской еще чуть-чуть побольше. И вот так вот примерно. А если говорить о нашем городском кладбище, а городское кладбище, это очевидно, все-таки армянское, я предполагаю, что жители этого района увозили своих усопших родственников за 4 версты. То есть это было достаточно огромное количество. И пространство надо было преодолевать. И вот консистория решила, чтобы все сторонние изучили вот это дело. Что именно влияет? Или дальность, или все-таки теснота, когда все собираются в церкви? И будет ли достаточное количество прихожан для оплаты непосредственно этого притчка, который будет уже при этой Свято-Троицкой церкви? Изучив подробно эти вопросы, пришли к выводу, что когда здесь будет построена церковь, а тока от Феодора Тироновской церкви и Георгиевской не произойдет. Здесь живем вместе с местными мещанами 286 человек, с учетом тех, которые могут прийти из Георгиевской и Феодора Тироновской церкви. Их будет всего 286. И чтобы это не казалось мало, тогда надо было, чтобы каждый из прихожан платил по одному рублю серебром в год и по одной мере хлеба. Сколько это одна мера хлеба, честно, не знаю. Поэтому вам не говорю. Одна мера хлеба. Все решили, все сделали. И в 1865 году приняли решение о том, что будет построена эта церковь. К этому моменту Василий Курчел из своей земли, которую он когда-то выкупил у Андрея Касаткина, выделил сначала один гектар земли для строительства церкви и для притчка. А потом еще нужен был дом для членов семьи вот этого притчка. То есть получается церковь и два дома. В дальнейшем встал вопрос о том, что старбищем как-то далеко везти, нужно тоже что-то делать, тем более уже строят. И одновременно это решалось. И Василий Курчел выделил еще одну десятину земли, то есть две десятины. Причем он обязывался платить за эту землю, так как она была бы в его весе. То есть он все время за нее платил. Василий Курчел был главным птитором этой церкви. Конечно, большая часть денег была именно от него. Кишневская консистория выдала просительные книги. Книги только на один год. И вот эти книги Павел Ажок, Иван Ешану, Иван Марджина и многие другие, вот они ходили с этими просительными книгами и собирали деньги. Вроде бы и деньги собрали, строительство началось, но главное, что было у нашей епархии, какое требование, строить церковь должен человек, который сведущ в строительном деле. И такой человек нашелся. Мы сегодня с вами увидим его усыпальницу. Это кишиневский мещанин, Сона Градинар. Мы посмотрим его усыпальницу, она находится непосредственно в прикоре, с правой стороны от нас, когда мы туда зайдем. Когда он умер в 1877 году, Кишиневская партия дала разрешение на захоронение этого строителя непосредственно в самом прикоре. Он там и есть. Началось строительство этой церкви, все вроде бы было хорошо, но денег не хватило. И в 1867 году первый настоятель вот этой новостроящейся церкви, Иван Баконский, обратился в Кишиневскую консисторию и выдать еще просительные книги. Уже его друзьям, которые согласны вместе с ним, проехать в принципе на север республики. И там пособирать немножко денег, потому что здесь жителей не так много. И людям давать на новостроящуюся церковь, если они ходят, у них приход совсем в другой, как бы, ну, дали по чуть-чуть, но этого недостаточно. Хотя было собрано на первоначальное строительство 4862 рубля и 7,5 копеек. Вот мне нравятся эти копейки, просто прелесть. А когда подсчитывали, сколько дворов у Георгиевской церкви, у Георгиевской церкви было 331 вторая двора. Что это, я не знаю. А вот Феодора Тироновская, 106,3 четвертых двора. Так что, как хотите, наверное, недостроенные дворы, почему-то. Причем у Георгиевской церкви была численность населения обоевого пола 2562 души обоевого пола. А у Феодора Тироновской только 800. А здесь 286. То есть вы себе можете представить, что им собраться и построить эту церковь было проблематично. Иоанн Баконский уговорил своего отца, Феодора Баконского, Феодор Баконский был настоятелем, священником церкви села Баскауц Сорокского района. Попросил отца, чтобы он приехал сюда, в Кишнев, и здесь был настоятелем, пока Иоанн Баконский будет собирать на севере там вот эти средства. И причем он упросил отца не просто так, а ты приедешь и будешь здесь хорошо вести свой притч, вот этот новостроющийся церкви, а еще и ты будешь приглядывать за моими детьми, потому что некому больше за ними присмотреть. Я не нашла ничего в документах, может быть, жены уже к этому моменту не было, трудно сказать. Ну, его отец, как пишут документы, видя усердное родение о строительстве новой церкви, он пошел на встречу своему сыну. Но обратился в консисторию, потому что консистория должна обладать свое разрешение на переезд отца сюда, и на то, чтобы он был как бы временно настоятелем, как там написано, настоятелем новостроящейся церкви до времени, то есть пока не вернется его сын обратно. А у него в селе Вастаут свой другой, Константин Казах, который был настоятелем в селе Чернец, Чернецы, так, по-моему, Чернец, Чернецы. Я сейчас не запомню, Саровский район. Приехал сюда отец, Феодор Баконский, а сын уехал собирать эти деньги. Кстати, в сборе денег участвовал и Цонна Градина. Ему тоже была выписана такая же книга. Он, наверное, был не только хорошим строителем, но и тоже хорошим родителем. И вот они построили эту церковь. Церковь была построена в 1869 году и освящена 7 сентября. Вы видите, церковь, она, в принципе, типичная для 19 века второй половины, трехчастное деление, алтарная часть. Церковь у нас смотрит на восток. Нефтная часть по рельефу. Посмотрите, вот по красной линии этого сооружения видна нефтная часть. Она чуть-чуть выделена вот таким квадратом. Были бы мы с вами птицами и поднялись бы, этот квадрат, он четко читается. И потом притвор. За счет того, что колокольня каменная была пристроена непосредственно в самой церкви, церковь приобретает больше, кстати, помещения, внутреннее помещение, уже там можно войти туда и проводить такие вот христианские требования. Вот когда выстраивали эту церковь, какой еще был главный аргумент? То, что во времена зимы, осени, весны, распутицы, грязь, болота, невозможно было ни священникам прийти и совершить святое причастие, таинство, святое причастие, когда человек умирает, ну, скажем так. И невозможно было и людям с больными детьми прийти в церковь, в храм Божий и совершить тоже обряд крещения вот такого больного ребенка. Это было очень проблематично. Так что такая церковь решала большие проблемы. И для людей они наконец-то в 1869 году решились. Решились с пользой для дела. Церковь была выстроена, она такая красивая, стоит такой до сих пор. Во времена репрессий она не закрывалась, она такая же и осталась, открытая, она всегда работала. Ну и кладбище, которое вы видите, также здесь и существует. Небольшой такой момент. В 1880 году умирает Василий Курчев. Документов на эту церковь, что она владеет вот этими двумя гектарами, никаких не сохранилось. Потому что Василий Курчев просто не давал. Он платил за эту землю как за свою, и она оставалась в их виде. И уже новый настоятель Иоанн Капторенко обратился в Кишиневскую консисторию, чтобы был выдан им документ, который надо было получить через Кишиневский окружной суд, с тем, чтобы эта земля все-таки считалась за вот этим хозяйством, за Троицкой церковью. И действительно, Кишиневская консистория перепоручила это столоначальнику Андрею Чемертану, простите, Андрею Вишницкому, Вишницкий, с тем, чтобы он сам занимался поиском этих документов, и чтобы ему незамедлительно выдавалось то, что он попросит. Любая справка, любой документ. А те расходы, которые он понесет в ходе вот этих справок и документов, отнеси за счет Причта. И Причта-то должен об этом знать. И, в принципе, документ такой был найден. И выдана Иоанну Котаренко справка о том, что строительство этой церкви началось в 1865 году. В 1888, я уже сказала, Любовь Артамонова сделала свой вклад и подарила Лития. Может быть, нам его вынесут, и мы его с вами увидим, этот подарок, который есть. И в 1873 Иоанн Котаренко написал, что Андрей Чумыртан подарил этому храму воздушко с покрывалом цвета глазет, цвета моря. И еще там что-то было, я просто не могу запомнить вот эти все номинования. В общем, стоимостью 150 рублей. И Кишневская консистория сказала, обязательно об этом объявить ему благодарность, вот этому Андрею Чумыртану, и написать об этом случае в нашей Кишневской ведомостях. Так что, каждый получил то, что мог. В честь всех наследников Василия Курчелла, даже если бы и не было этой бумаги, я уверена, никто никогда не затеял тяжбу о том, что это их земля, и она принадлежит им. Но вот такая справка, документ, который все-таки Иоанн Копторенко добился, ему выдали, причем сразу не задерживая Валакиту, вот она их как бы долго и охраняла. При этой церкви, Святой Троицкой, была еще приходская школа. Извините, это Владимир Павлович, его хлеб. Вообще, хочу сказать, что приходские школы, к счастью, существовали при многих церквях, и Харлампийская церковь, потому что это были единственные центры просвещения. В других центрах не было, школы тогда были какие-то частные, еще какие-то, но вот эти центры очень много давали, не только в религиозном плане, но и в плане обучения. Ну, а теперь, если есть какие-то вопросы, спросите меня. Не спрашивайте. Пока нет. Если она не закрывалась, то вот там иконостасы, все это, все старое, или это уже обновлено? Продолжю, значит, это иди. Мы с вами еще увидим потрясающие иконы, иконы 19 века, уникальнейшие. Иконостас прежний, который был, он и остался, его чуть-чуть подновили. Вообще, очень хорошо сохранена эта церковная утварь потрясающая. И вот одна из икон, икона Казанской Божьей Матери, супердревняя, темная, очевидно, была покрыта олихой, вот она потемнела от времени, но дату какую-то или что-то я не нашла, это нужно только у настоятеля, и может быть, ее повернуть с обратной стороны. Там есть прекрасная икона Святого Николая, вы ее увидите, она тоже практически полный рост, она у нас будет с правой стороны, она была подарена со слов отца настоятеля, он сказал, что ее подарили в 1897 году работники железной дороги. Почему железная дорога отнеслась к этой церкви так и подарила оттуда у них эта икона, мне сказать сложно. И еще одна удивительная икона царицы Александры, жены императора Максимилиана, она тоже здесь есть, великомученица, и написано, сей образ сотворен иждивением, потом ничего нельзя прочесть, 1873 год. Вот такие уникальные раритеты, что еще хотела сказать. Внешне, квадратное, вытянутое, все, зайдем вовнутрь, и есть где сказать и все, и вот на этом дыхание остановиться, потому что попол сделан в виде шатра. И вот этот маленький световой барабан, он отсюда не очень хорошо виден, но маленькие окна, он совсем такой вот, как игрушечный, красиво смотрится, но вот этот шатровый потолок, это просто, вот вы знаете, такой внутри есть чему потрясись. И роспись еще вот та древняя, хотя они говорили, что в 1980 году ее как бы расписывали по-новому, но теми же красками, видно, в пастельных тонах, выдержано все же самое. Кто расписывал? Расписывал художник Бу-Зу, 1980 год. И о нем тоже нет информации. Не могу ничем помочь. А архитектор кто тоже неизвестен? Да, архитектор вот, к сожалению, неизвестен. Архитектор неизвестен. Только Цоннаврадина строитель. Еще? Надо рыться. Ну, то, что нам досталось, что мне дал Владимир Павлович, вот из этого мы сделали тесто.